Доброе утро! Мы проснулись, собираемся, сегодня уезжаем. Я гружу новое видео на канал про нашу дорогу из Минска в Вильнюс. Мы упаковываем вещи, вернее, основную часть вещей Лёша вчера уже упаковал. Я сейчас буду немножко свиву, что осталось. Ну, вернее, он наши общие вещи упаковывал. Но тут осталась ещё косметика. Я, в общем, покажу вам, что мы купили. Если вам интересно больше наших покупок, пишите, возможно, покажу по приезду домой ещё что-нибудь. Так, давайте по порядку. Что мне попадается? Планируется у нас отдых на море, поэтому Potoderm крем от Биодермы для чувствительной кожи, склонный покраснением, с защитным фактором 50+. И здесь есть немножко цвет. То есть это такой, как не тональный крем, но просто крем защиты от солнца с небольшим тональным эффектом. Дальше вот такое средство, как праймер от Clinique Redness Solutions. То есть, опять же, для устранения покраснений. Есть такая проблема у моей кожи, что она склонна к каким-то неприятным покраснениям. Вот для всей семьи, для детей тоже это подходит. Средство с солнцезащитным фактором 50+, в виде спрея, молочко, лосьон. Что у меня теперь? Ой, любимый мой магазин, в котором у меня не то, чтобы много всего было. Но вот я взяла попробовать такие миниатюры. Шампунь-кондиционер, банановый. Я в последнее время очень люблю банановые вкусы. Вот в уходовой косметике, вот в разных шампунях, душ-гелях. Крем для рук, British Rose. Очень приятный, ненавязчивый запах. То есть, не похоже на наш стандартный... Как бы... Как это? Не похоже на наше стандартное ощущение того, как пахнет роза. И вот Таити Нинтиар Body Wash. Вот такой вот крем-гель с маслами. Боди... Боже мой, вообще что-то... Язык ворочается плохо. Почему я взяла миниатюру? Во-первых, чтобы попробовать. Во-вторых, чтобы брать с собой в поездки. Я не люблю брать полноразмерные версии. Переливать в банки тоже особо неудобно. А когда есть такие маленькие, то это очень классно. Наконец-таки я побывала в магазине Kiehl's. Честно скажу, что многое меня там привлекло. Но я взяла их бестселлер. Это крем с авокадо для области вокруг глаз. Ну вот сегодня даже утром уже попробовала им попользоваться. Может быть, у вас есть какие-то любимчики Kiehl's. Напишите мне, расскажите. Хотя там в магазине очень удобно сделано. Там такие фавориты. Фавориты покупателей выделены в отдельный стенд. Так, меня там одарили еще пробниками для моей чувствительной кожи. Календола Deep Cleansing. Очищающий гель. Тонер и клинцер. Тонер и Центелла Recovery Skin Self. Кстати, про Центеллу я слышала у Ярославы. Вистаги Херп и Алоэ Вера. Тоже для чувствительной кожи. Все у меня. Магазин от Дуглас. Вот эти вот, кстати, две штуки из магазина Дуглас. В принципе, вот эта пакетчика у меня тут стоит. Подводка. Я никогда не пользовалась, кстати, импортными подводками. Но вот мне посоветовали японскую Сансей. Посмотрим, что она из себя представляет. Вот тушь. Тоже японская. Этой же фирмы. 38 градусов. Должна смываться. Ну, я думаю, уверена, что она будет смываться. Потому что не из простых, не из дешевых этот продукт. Но я решила себя побаловать и попробовать. Потом две палеточки. Такие не палеточки, а два блока. Тенеет Art Deco. Сейчас сфокусируюсь на них. Вот в таком тоне. И есть там еще одна маленькая. Похожая, но чуть более светлая. Мне к моим глазам, к моему тветотипу, очень подходит такой цвет. Они не навязчивые. Намного светлее смотрятся на глазах, нежели вот так кажется в коробочке. Ох. Две маски для волос. Я же просто на пробу. Hyper Tea Repair and Ultimate Shine. От Дугласа. И тут нам накидали еще каких-то пробников. Это после бритья крем для Лехи. Тоже какой-то мужской парфюм. Я люблю, когда покупают что-то для женщины в основном. Потом кладут мужские пробники. Типа, ну и вам, чтобы что-нибудь было. Нина Ричи какой-то парфюм, наверное, женский. И еще какой-то Нина Ричи пробник. Вот, в принципе, все из косметики, что мы купили. Я понимаю, что с возрастом я становлюсь немножко косметическим маньяком, но у меня есть такая фишка. Мне очень нравится. Теперь уже вот в этом году я на это подсела, ухаживаю за своей кожей, за своим телом. Я прям испытываю от этого определенный кайф. Но я понимаю, что у меня есть и положительное в этом отношении черта, скажем так. Так интересно. Вот я открыла окно. Если я пойду так, то буду более беленькой. Если я пока не использую предыдущие баночки, я не буду покупать что-то новое из такой же серии. Ну, чаще всего. Если это не что-то вот типа крем для века Киллс, у меня есть дома и фрошет такой крем-гель для века. Ну, в общем, мне доставляют огромный кайф. И я, походу, доросла до того, чтобы очень осмысленно, интенсивно ухаживать за собой. Не знаю, у каких девочек обстоят с этим дела. Может, некоторые рождаются с этим чувством и способностью. А знаю, что некоторые абсолютно игнорируют подобные процедуры. До каких-то косметических воздействий я еще не дошла. Я не знаю, когда дойду и дойду или. Но вот с умом, с толком повторюсь, что я перед тем, как что-то покупать или какой-то подход к своей коже избирать, я изучаю этот вопрос вообще немало. Очень глубоко вкапываюсь во все нюансы. Ну, нам, в общем, пора собираться. Леха уже вышел из душа. Мы сегодня едем в Икею. Так что оставайтесь вместе с нами. Вот мы уже подъехали к Икею. Только капельки на окне берут фокус на себя. Когда-то это тоже была такая мини-мечта. Когда же, когда же я смогу попасть в настоящую Икею? В какие-то магазинчики маленькие у нас. В Киеве, я тоже помню, мы были в каком-то маленьком, в таком посредническом магазине. Ну, а потом уже как-то приехали. Сначала мы побывали, кстати, в Варшаве, в Икею. А уже потом, попозже, приехали в Вильнюс. Пока Лёша пошёл выяснять, можно ли по паспортам воспользоваться карточкой Икея Фемили, потому что мы её забыли дома. Я вам пока похожу и попоказываю, какие здесь есть экспозиции вначале. И тут первые какие-то такие садовые вещи, что можно поставить на улицу, летом. В общем, актуальная тема. Мне, конечно, очень нравится, как здесь всё оформлено. Хотя, когда первый раз сюда попадаешь, именно в экспозиционный зал, не совсем понимаешь, а где вот это всё, которое здесь стоит, взять. Потому что что-то вот как вот такие вот горшочки, тарелочки, подставки стоит здесь, а что-то не стоит. Просто 50 цены и артикулы. Но потом уже понимаешь, что просто нужно прийти вниз, и тогда всё можно будет взять. Потому что там уже просто, скажем так, большой-большой склад со всеми товарами. Давайте проедемся дальше. Что у нас тут ещё вначале? Ещё вначале у нас детская. Актуальная для нас тема, но пока мы, может быть, что-то просто посмотрим, потому что детская у нас будет переделываться, потому что дети подросли, им нужны рабочие места. Да, оформляют они, конечно, очень приятно. Кажется, приходи, да и живи. Параллельно, видите, как творческий уголок декоратора. Бечёвка висит разноцветная, разные скотчи, ножницы. Красота. Моей маме нужно такое. И Лёшиной тоже. Лёшина мама любит делать украшения. Моя мама тоже всякие декораторские штуки умеет делать хорошо. Вот, кстати, с чем у нас с Лёшей дома проблема, так это с рабочими местами. Мы работаем на раскладном столе, можно сказать, в коридоре, либо иногда на кухне, потому что как-то вот рабочие места у нас не особо вписались, но, возможно, впоследствии один балкон будет нам служить таким общим кабинетом. Посмотрим. Это нам ещё предстоит решить. Кстати, если интересно, уже на данный момент у нас есть потолки и двери более-менее. всё закончено, но это тоже условно. Я могу снять видео про наши ошибки в ходе течения ремонта, потому что их оказалось немало. И реально есть про что рассказать и обратить внимание, возможно, для тех людей, которым ещё предстоит ремонт в своей квартире. И вот я, конечно, такие видео перед тем, как делать ремонт, не смотрела. Мы делали всё самостоятельными силами, без дизайнеров, поэтому проколов каких-то много. Жаль, конечно, что Икея нет в Беларуси. Конечно, есть очень много посредников, и всё просто, и относительно недорого можно привезти в Минск, но всё равно как-то жаль. Прикольные, кстати, ручки на кухне ещё не видела такой серии. Видите, как кожаные? А ещё классно приходить и видеть вещи, которые есть у тебя дома. У нас, допустим, вот такое вот постельное. Очень классные подушки. Мне нравятся такие в чисто шведском стиле. В Икея очень прикольная система. Если бы ты поднялся наверх, то уже просто так вонись. Сначала ты не можешь спуститься. Вот Лёша поехал на лифте на первый этаж, и ты, походу, попал в начало. Если ты была внимательна, я на лифте уже не смог спуститься на первый этаж. Я пошёл по тем ступенькам, обошёл весь первый этаж, а потом пошёл к нашему. А первый этаж очень большой, да. Ну, я бы и дом лежал, поэтому так быстро. И потом вернулся в другую сторону к эскалатору, чтобы подняться наверх. В общем, тут очень такая прикольная система, что типа вот что-нибудь ты зацепишь по дороге и просто так не уйдёшь, типа вход-выход. Вход-выход с разных сторон. Всё, давай наслаждаться. Давай наслаждаться. Я уже ходила, я уже показывала. Смотри, какие прикольные ручки. Раньше я такого не видела. Ручки? Да. Меняем кухню теперь? Да, меняем кухню. Решено. А ещё мне нравятся коллекции посуды в Икеа. И я уже склоняюсь к тому, чтобы вот у нас стояла посуда даже для постоянного пользования. Не так, как у нас сейчас. У нас есть сервиз, скажем, в Леваловске. И им мы пользуемся постоянно. Плюс ещё какие-то дополнительные тарелочки. А мне очень нравится, когда и чашки, и стаканы, они все как бы сочетаются между собой, но в то же время они все со своим характером, со своим рисунком. В общем, это не единая композиция. Просто, как сейчас у нас есть, чёрно-белые тарелки. И, ну, мы уже их достаточно разбавили всякими и суповыми, и просто такими, как это, обеденными тарелками. Но мне очень нравится именно такая концепция, когда каждый прибор, он со своей историей какой-то. Пришли к постельному. Будем мы, Лёха, смотреть себе что-то или нет? Не знаю, увидим. С постельного. С постельного? Да, я про постельное говорю. Не знаю, у меня подсознательный уже какой-то синдром музыкальных трат. Да. Мне вот такое, кстати, нравилось, в принципе. Вот это красивое. В принципе, наверное, то мне больше нравится. так они все большие, нам и те большие наволочки. Они такие же, они в них стандартные. Можем не брать сколько? Мне больше нравится даже вот. Да? Давай еще походим, это же не все, что есть. Оно же потом шкура нужна, конечно. Внутри есть такое какое-то голубенькое. Это просто, я так понимаю, одноцветное. Да. Здравствуйте. Наш краник. Да. Как хорошо, когда раковина вот так вот сделана. Правда, Леша, с таким вот стоком? Это так продумано. Пока ты не поставишь себе прямоугольную раковину с прямым основанием, ты не поймешь, насколько это классно, когда там все. Хочешь вещичек подбрить? Нет, конечно. Нет, конечно, нет. Ну что ли? Полежал бы. Понятно. А это, кстати, дорогое постельное, это, наверное, лен. Да, это лен, поэтому оно такое. 60 евро комплект стоит. Еще классный кактус, но он искусственный, поэтому они прикольные. Зелено-синий. Я не люблю глянцевые решения. В принципе, вообще абсолютно. Но цветовое решение мне очень нравится. Такой обычный шкаф-купе, но большой. В такой шкаф, конечно, можно, но всего поместить. Вот тоже один из наших проблемных болевых вопросов в квартире, это системы для хранения. Все, кое-что у нас планируется, то есть, опять же, не все заделано, но вообще хранения хочется больше и больше, и это при том, что я постоянно избавляюсь в счет ненужных вещей. Мы пришли к детскому, к игрушкам. Окей, бывают порой очень крутые игрушки, да. У нас был комплект из трех крыс, вот таких вот, да, таких вот малюток. Обезьяна. Гера обожает наши обезьян. Это тебе, да, Леша? А Леша обожает акул. И боится их, и думает, что они везде, во всех водах. И в смысле, возможно, тоже плавает какая-нибудь акула. Твой друг. Почему мой друг? Вот объясни. Один-единственный в этой всей катке. Ты его выбираешь? Значит, что у меня друзей мало, и мне какие-то вот такие друзья подходят, да? Ой, детская тоже очень люблю. Вот наша постельная. Вот такого я, кстати, не видела. Да, тут написано, кстати, что она новая. Видите, такой оранжевый значок. Среди Виона, для любителя постучать активно, взять вот такую вот штуку. Пусть учатся забивать с молоду. Хотя я не придерживаюсь мысли о том, что мальчик должен однозначно уметь забивать. Я разговариваю с камерой, как всегда. Я говорю, что пусть учатся с молоду забивать, но я не придерживаюсь мысли о том, что мальчик однозначно должен отлично уметь забивать гвозди, потому что мальчик может быть талантлив в другом, а гвозди могут быть неинтересны. И он имеет на это полное право. Да, Леша? О чем задумался? Мальчик однозначно. Мальчик однозначно. Вот такая прикольная корзина. Детская, но в то же время такая сдержанная. Там Леша уже. Да, вот я же говорю, что хранение для нас больная тема, и в детской, и в том числе. Для Леона? Для Леона в том числе. Мне не нравится такая коробка. Он будет прокататься, мне будет. Тебе не нравится, ему понравится. Смотри, тут есть вот какая детская, но такая сдержанная. Вот такая вот штука. И она матерчатая, то есть, ну и не такая светлая, как-то она не будет так пачкаться, потому что там не земля по полу раскидана, что она будет пачкаться. Что? Она же не земля по полу раскидана, она пачкаться в принципе не будет, то есть, ну, протереть ее можно легко. Неудобная. Зачем она неудобная? Выберешь. Реально, ну, это, это, кстати, реально насущный вопрос. Мне вот эти коробки уже надоели, и просто в гостиной ставить очередную пластиковую коробку я не хочу, мне не нравится. И что? Нормально? все снимаю. Ну. Хочу, снимаю. мне нравится такая штука. Есть вообще вот такая вот однотонная, но мне со зверятами нравится больше. с легкой душой делаешь это? хорошо. Вот еще леону можно купить. может уже сразу вот такую, а, нет, тоже маленькая, я думала, что она большая. А это для какого-то рукоделия штуки? Ну, какие классные переднички. когда ребенок рисует, можно его вот так вот надеть. Для больших детей тут уже руки большие, это уже три плюс. я, кстати, очень люблю муки и детские отделы. Всякие прикольные игрушки. Ну, книжки для нас, конечно, неактуальны, потому что они тут будут либо на английском, либо на литовском. Наши дети не билингвы. Может, и к сожалению, но факт есть факт. гамачок домашний. А это что такое? Типа зеркало? А, там снимается защитная свойство. Вешалки. Сумочки какие-то, шоперы такие. поработай. Знаешь, как в детстве калькулятор берешь и начинаешь и начинаешь работать. Узять вот такой вот мат для кувырканий. Леша говорит, что еще отжимания, но их надо еще научить толком отжиматься. У нас пока что все наши покупки связаны с детьми. Все, тут сейчас мы уже идем к лифту и будем спускаться на первый этаж. Экспозиционный этаж закончен. А вот тут находится кафе. Мы пойдем туда попозже. Кстати, вот такой вот сеня цветок хочет. Мама вот такой вот ему цветок отдаст. Это же все искусственно. Это не искусственно, это настоящее. Посмотри, это суккуленты настоящие. Это не искусственно. Просто факт в том, что нельзя перевозить растения. Ну, конечно, некоторые это делают. Делают аккуратно и непринужденно, но лучше не стоит. Вешенки. Сколько они стоят? Ой! А, нет, постоль. Мне показалось, что это такая большая. 3,99. Да, это бумеранг. 3,99. Таких деревянных просто давай взять. А какие ты еще хочешь? О, вот это надо взять. Какие я еще хочу, но бывают же белые, серые. Я не знаю, я не знаю. Давай возьмем вот эту штуку, а то, которую я покупала, она вообще какая-то была такая бракованная. Со сменными этими еще возьмем? Ну, давай. Идем. Самые распространенные стаканы. У меня есть и такие, и еще парочка цветных такого же типа. О, кстати, это, наверное, похоже на лампу, что мама скидывала. Сейчас я посмотрю, она дедушка хочет. Но она сказала настойчиво, чтобы только ездиться по нам будет по дороге, и мы что... Нет, не такая лампа. Идем. Форма для выпечки, но я бы хотела, наверное, не такую. такой формы. Для горячего нам не нужно. А вот это вот уже искусственные тюки. Тоже везде стоят. Во всех квартирах, пострах постоянно. Вот, такую вот разделочную доску мама хотела. Мой любимый отдел с посудой. Видите, какая она ребрёная. Какие тарелочки хорошие. Наверное, сейчас я ничего покупать не буду. Нет того, что мне прям очень-очень нравится. вот такая посуда я тоже люблю. Такая, знаете, как ретро, как будто бы очень старая. Сейчас что-то у меня нет настроения, нет того, чтобы меня прям захватило сильно-сильно. а последнее, что мне понравилось мы и так заказывали и нам привезли. Там была такая маленькая тарелочка, чашечка. Я вам покажу на этом. И такие тоже. О, это эмалированная кстати посуда. Там было всё керамическое. Вот. Вот такие вот. Мусечка у меня такая есть любимая. Мне кажется, что она у меня повыше, а мышцы нет. Ну, есть такие наборы разноцветные и стандартные. Итак, где мой муж? Мой муж куда-то убежал. Пошел смотреть, наверное, бокалы, о которых мы с ним говорили. дома нет нормального размера винных бокалов. Просто самых обычных. Всё, они, конечно, так продаются по одному, да? Было бы удобно, если было бы просто упаковка. А в боковке нам нравятся? Какие нам нравятся? Мне уже есть сравнение. Мне нравятся вот такие бокалы. Это хорошо, когда мне не совпадает. Ну, это такой стандартный бокал. Нам сколько нужно штук? Шесть штук. Смотри, как они называются. Иврик они называются. они, эти, Лёша, продаются по одной. Это другие. Да, эти другой. Эти красивее реально, чем те. Подожди, подожди, может быть Хедерлик Свалка. Классное название Свалка. Они, наверное, Лёша, вот так вот продаются. То есть просто берёшь коробку, потом их как-то бумагой немножко пролаживаешь, чтобы... Ну, они и так как бы типа отделены, видишь? Так что, давай возьмём вот такую вот коробочку, наверное, правильно? Нам нужны такие же мы с тобой выбрали. Вот такие вот закрали. А ещё, конечно, Икея прекрасна тем, что здесь можно всё трогать, везде лежать, сидеть и чуть ли не прыгать. В общем, интерактивное пространство, где вам позволено практически всё. Лёша выбрал шкуру для минутного отдыха. Да, Лёша? Как тебе на шкуре-то? Они разделывают короб прямо здесь. Подшопка где-то? Потому что они не вынесают сохнутые. А, это ещё которые не высохнутые. Ну, яс. Мы уже на финише нашего шопинга. Что мы тут ещё взяли? Подушки себе взяли. У нас такие подушки уже очень износившиеся, на которых мы спим. Хотя мне, в принципе, ручки не нужна подушка, но чтобы положить под спинку, когда на кровати там торчишь в телефоне вполне можно. Вешалки. там шторка. Вот такое постельное мы в итоге выбрали. Синенькое геометрическое лампочки. Барная стойка нам повесить. Вот, в принципе. И всё. Мелочёвка типа салфеток. Я уже хочу кушать. на финиш. Финальная точка нашего трипа это обед в Икее. Так бывает чаще всего, когда мы ездим в Бритву. Даша себе взял типичное киевское блюдо. Это фрикадельки с мидболл и правильно говорить. Мидболл с грусничным соусом, пюре, горошек. Нашел солянку. Такие он очень любит солянку и берет практически везде, где можно ее найти. А у меня прям блюдо из детства пюре, кослета, овощи и обожаемый у меня холодник. Я его очень люблю в принципе и здесь люблю ее тоже. Ну и взяли себе капучино и вот это пока что вода. Но сейчас надо сюда кинуть какие-то в чай и будет чай. А потом уже все. Дорога домой на Минск. Как Леша солянка. Леша сюда столько сметаны бахнул от души. У тебя будет сметанно-соляночный суп. Вкусно? Да, нормально. Нормально? Столовка. Ну, это же есть столовка. Вы видели наш обед. Он был более полноценный, насыщенный и разнообразный. Леша мне говорил, что мы просто как ты говорила обожремся как свиньи, да? Но мы все успешно удачно съели и доели. Вот вам круг в виде тарелок. И потом Леша сказал, что мне хочется сладенького. И пошел зацепил один пончик, второй пончик и еще какой-то маффин. В общем, походу все, что стояло на кассе стало твоим, да? Зачем бантики, реально. Куча кусков видео с тобой заканчивается с вами. Все хватит. Все хватит. Заканчиваем. Слушайте, очень мне понравился капучино. Может, мне еще садим с тобой? Смотри, там неограниченный вариант набора. Дай мне еще куснуть. Так кропко, нехотя мне, да? Я думала, давать тебе в рот или не давать тебе в рот? Я вдруг вот. Понятно. Спасибо. Что бы вы думали, как бы Леша ни говорил, что мы с ним объедимся, мы абсолютно благополучно прикончили. Все сладкое. А это два пончика маффина. Маффин очень вкусный. Вот прям пончики понятные. Я думаю, что многие пробовали при кей а вот маффин. Я бы просто так по его виду наверное не взяла. Но он настолько вкусный, мягкий. И там еще что-то цитрусовое внутри добавлено. Какая-то как соус цитрус. Все, мы едем домой. Скоро вам покажу красивый выезд из Вильнюса. Когда мы будем ехать по таким холмам и впереди тоже будут холмы. В общем, это очень красиво. Надеюсь, что граница нас ждет быстрее. И домой мы приедем тоже легко и быстро. Мы проезжаем мимо какого-то довольно старого кладбища. Может такие но это не похоже на в общем-то совсем на новое похоже на очень старое кладбище. Мы с Лешей в Киеве были на кладбище. В Львове до кладбища не дошли, да и мы были с детьми в принципе. Они я думаю спокойно бы там помылали, но как-то другая у нас была программа развлекательная. тут конечно классно ехать. Ездить летом либо весной когда все зеленое. Мы о том или мы едем сейчас нет. Но сейчас нет. Но мы периодически у нас было такое время долгое время с Лешей фишка условно говоря что так получалось что многие наши путешествия и поездки выпадали на зиму. Конечно же намного круче где-то бывать летом весной когда тепло когда светло когда можно действительно погулять потому что зимой можно пройтись пробежаться но для такого мерзляка как я ну зимой разве что на горнолыжный курорт ехать а еще хочется зимой съездить в теплые страны в тропики мне кажется особенное впечатление главное чтобы не было сильной акклиматизации а вот самолет тут очень рядом находится возле города аэропорт поэтому самолеты здесь можно наблюдать постоянно что уже едем в беларуси границу прошли к счастью легко и быстро если Атаке мы отъезжали где-то в начале четвертого то уже в начале шестого мы были на белорусской стране пройдя и литовскую и белорусскую границу при этом мы неплохо так времени провели в доти фри потому что я думала себе выбрать еще одну полетную воду в общем ничего мне не понравилось в итоге но по факту мы наверное где-то полчаса точно были доти фри да поэтому опять же рекомендации пропускного пункта остается в силе не первый раз он уже нас к счастью не подводит как-то мы переехали границу и в Беларуси все посветлее более ясно и кажется даже немножко теплее посмотрим как будет погода на неделе опять встречают очень красивые облака и даже голубое небо есть среди этих облаков так что все мы едем домой спасибо что были с нами пока